Здравствуйте! Сегодня я вам покажу 4 очень важные подкормки, которые помогут увеличить корневую систему, помогут сделать так, чтобы рассада не вытягивалась, росла крепкая, здоровая, жирненькая. Посмотрите, вот это огурчики, которые мы посеяли буквально 12 дней назад. Смотрите, какая мощная корневая. Ну и помните, для того, чтобы у нас росли мощные корли, мы добавили микоризу. А микориза, вы знаете, что это живой организм, дружественные грибки. И микоризу нельзя кормить минеральными удобрениями, химическими удобрениями, как многие называют. Поэтому сегодня будет только органика, только натуральные удобрения, которые не вредят совершенно вашей рассаде. И рассада будет крепкая. Именно залог крепкой рассады говорит вам о том, что вот эта рассада хорошо приживется потом на новом месте, в открытом грунте или в теплице. Имейте это в виду. Смотрите, сейчас я вам покажу еще перчики. Смотрите, тоже какая мощная корневая система. В принципе, у перца очень хорошо растет корневая система. Это не сложно. Главное вовремя пикировать, хорошо подкармливать рассаду. И тогда она у вас стопроцентно будет жирненькая, крепкая и здоровая. Итак, давайте начнем. Первая подкормка. Подкармливать можно абсолютно любую рассаду. Томаты, перцы, огурцы, цветы. Итак, первая подкормка. Это у нас гуматы. Тут у меня гуми Кузнецова, но это не обязательно. Вы можете взять абсолютно любые гуматы, которые у вас есть. К ним относятся гумат калия, гумат аммония, гуми Кузнецова, биогумус. Тоже содержит огромное количество гуматов и гуминовых кислот. В данном случае гуми Кузнецова, оно более концентрированное. Его надо 0,75 мл на 1 литр воды. Поэтому, собственно, я предпочитаю вот это для больших объемов. Но вы можете взять абсолютно любые гуматы. То есть, они по действию, я бы сказала, что одинаковые. Просто концентрация у них разная. А концентрацию и дозировку смотрите уже на том, что советует вам производитель. Такие подкормки можно вносить 1 раз в неделю, если рассада плохо растет. Или 1 раз в 2 недели, если нормально развивается. Плюс гуматы, они ускоряют развитие корневой системы, поднимают иммунитет. Делают рассаду более такой жирненькой, здоровой. Ну и когда иммунитет поднимается, у вас рассада становится здоровая, крепкая. Имейте это в виду, что когда вы подкармливаете чем-нибудь рассаду, то упор делаете именно на корневую систему, на повышение иммунитета, а не на рост самой зеленой массы. Потому что любые подкормки, они все равно стимулируют зеленую массу. Кто-то больше, кто-то меньше. Поэтому упор всегда делаем на корневую и на повышение иммунитета. Итак, следующая подкормка, вторая. Простая, не менее эффективная. Всеми проверенная. Проверена временем уже много лет мной. Это янтарная кислота. Итак, янтарная кислота бывает в порошке, бывает в таблетках. То, что у вас есть, то используйте. Я предпочитаю использовать 1 грамм янтарной кислоты на 1 литр воды. Когда рассада вот такая вот уже. Когда у нее есть настоящие листики, то можно рассаду поливать именно 1 грамм янтарной кислоты. Если у вас в таблетках, то лучше 500 миллиграмм. Вообще в таблетках это дорого. Поэтому я рекомендую вот такая вот баночка, стоила 100 рублей. Тут 50 грамм вам хватило бы на 50 раз использовать данную подкормку. Янтарная кислота это стимулятор корнеобразования, стимулятор роста зеленой массы. Янтарная кислота повышает иммунитет. Она повышает хлорофилл в листиках. То есть они становятся более зеленые, яркие, красивые. Ну и самое главное, янтарная кислота, она влияет абсолютно на все процессы. От корней до зелени, до цветения. Вообще абсолютно на все. То есть янтарной кислотой вы хоть раз должны подкормить свою рассаду обязательно. Один раз в неделю или один раз в две недели. Смотрите по состоянию вашей рассады. Не больше 1 грамма на 1 литр воды. Итак, следующая подкормка это экстракт алоэ. Вот он у меня в ампулах. Если у вас есть алоэ на окне, то есть живой, то 1 чайная ложечка, вы же маете сок из алоэ, 1 чайная ложечка на литр воды, либо 1 ампула. Смотрите, как вам удобно. Я покупала эти алоэ в ампулах, было около 140 рублей в последний раз в аптеке. Также к алоэ можно добавить янтарную кислоту. Вот так вот тоже 1 грамм. Но я уже на глаз определяю, потому что я уже знаю, как выглядит 1 грамм. Вы можете взять шприц, 1 мл будет как раз 1 грамм. И добавляете гуматы. То есть это подкормка 3 в 1. Экстракт алоэ, янтарная кислота и гуматы. По инструкции я добавила 0,75 мл. Ну, практически 1 мл. Все это хорошо перемешиваем и поливаем ваши растения. Поливаем один раз, если рассада у вас хиленькая, слабая. Обязательно один раз. Еще такой момент, многие пишут, что они вот подкармливают. Чтобы рассада у вас не вытягивалась. Если у вас мало солнца, то обязательно досвечивайте ее. Мощные, хорошие лампы и никакая рассада у вас не будет вытягиваться. Имейте это ввиду. Итак, последняя подкормка. Очень важная, популярная, мной любимая. Берем глицин. У меня глицин в порошке. Но я знаю, что многие его еще не знают, что он продается в порошке. У нас в России он есть. В порошочке я беру всегда 1 грамм глицина. Это аминокислота. А все аминокислоты влияют как на образование, рост корневой системы. То есть оно стимулирует, ну как бы знаете, если в корневой системе в грунте есть уже минеральное удобрение, то аминокислоты позволяют эти удобрения всасывать в 2-3 раза быстрее. То есть оно не как удобрение, а как стимулирующее вещество, если у вас уже в грунте что-то есть. Также к глицину мы добавляем гумат, любой гумат по инструкции. Тут у меня 2,5 мл на 1 л воды. Также хочу отметить, что именно сочетание аминокислот с гуминовыми кислотами, оно помогает стимулировать рост корневой системы. То есть когда мы смешиваем аминокислоты и гуминовые кислоты, то корневая увеличивается в 2-3 раза. Плюс это повышает иммунитет. Помните, мы говорили о том, что аминокислоты, они влияют на все процессы жизнедеятельности растения. Влияют как на корневую систему, так и на зеленую массу. Но для активации, скажем так, работы аминокислот нужны другие элементы. Например, азот, фосфор и калий. Имейте в виду, аминокислоты это как проводник, который помогает растениям впитывать все питательные вещества. Поэтому гуминовые кислоты и аминокислоты можно сочетать с любыми другими удобрениями. Так как у нас тут микориза в стаканчиках, мы добавили только натуральные удобрения. Глицин можно добавить в 2 таблетки. На 1 литр воды и гуматы по инструкции. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена. Субтитры сделал DimaTorzok